К детскому сколиозу в кабинете ЛФК относятся крайне серьёзно. Наиболее эффективным методом его исправления на начальных стадиях является лечебная физкультура. Главное – заниматься ею регулярно, а обучить детишек технике выполнения упражнений должен опытный инструктор. Оксана Крюкова считает, что ЛФК при сколиозе – приоритетный метод лечения, дополнять который могут массаж, физиотерапия и ортопедический корсет. Со сколиозом дети встречаются сейчас намного чаще. С каждым годом эта проблема растёт из-за того, что у нас есть компьютер дома, телевизор, и ребёнок мало двигается. Из-за того, что двигательной активности ему не хватает, у него ослабевают мышцы спины. Сюда они приходят именно оздоравливаться. Не все детки хотят делать упражнения, это тяжело, это немножечко нудно и неинтересно. Поэтому у нас всё ярко в кабинете, красивые стены, жалюзи, мечи, всё ярко, чтобы ему было интересно, весело заинтересовать ребёнка. И именно с такой проблемой столкнулась ученица 4-го класса Алина Дугужева. И после консультации врача была направлена в кабинет ЛФК. Я не буду лениться, потому что здоровье – это самое главное. И буду выполнять всё, что мне говорит инструктор. Ну а маленькая София пришла в кабинет вместе с мамой. Сегодня у неё первый день лечебной физкультуры. В 7 месяцев она не может самостоятельно сидеть. Мама Софии за беспокоившись о здоровье ребёнка принесла её в кабинет ЛФК, где девочки окажут профессиональную помощь, и в ближайшее время она уже сможет сделать первые в своей жизни шаги. У нас индивидуальные занятия на кушетках с детками до года. Бывает немножечко и после года мы захватываем их. Эти упражнения идут общие укрепляющие комплексы по возрасту – 3, 6, 9, 12 месяцев. Здесь они уже более такие стандартные упражнения идут. Но тоже кто-то немножечко быстрее детки развиваются, кто-то медленнее немножко. Мы стараемся им помочь вовремя сесть, вовремя начать ползать, вовремя ходьба должна быть, чтобы мамочки там где-то не торопились начать водить ребёнка, где-то дали ему побольше поползать. Учим ползать деток. Стоит напомнить, что ни одно современное лекарство не сможет заменить при сколиозе лечебную физкультуру. Ну а эффективность упражнения зависит уже от нашего собственного добросовестного отношения к занятиям, строгого выполнения предписаний лечащего врача и постоянного контроля за своей осанкой. Радима Кеут, Мурат Кочев, Архиз-24.